Раз, два, три. Переход. Бум. Отсюда я смогу пробивать очень мощно и жестко. Соперника тряханет, и он не сможет сразу ответить. Пробил животик. Так, ну как ладно. Вот она, опасность уже ближе и ближе. Приветствую всех на канале Базан Свет. Мы в школе бокса Руэ Джонса. С нами Дмитрий Левин, мастер спорта по боксу. Дмитрий, какая тема сегодняшнего ролика? Друзья, всем привет. Тема сегодняшнего занятия – это уходы с линии атаки с последующим развитием контратакующих действий. Итак, наша задача – научиться уходить с линии атаки, для того, чтобы можно было удобно разбивать соперника. Если мы остаемся перед соперником, перед лицом и бьем, то здесь, скорее всего, размин ударами у нас получается. Моя задача – научиться перемещаться влево, тем самым я отрезаю правую руку сопернику, отсюда ему неудобно бить, мне бить удобно. И точно так же мы учимся перемещаться шагом вправо или скачками и другими техническими действиями. Сейчас мы их разберем. Разберем из одиночного удара, самый простой вариант. Пробиваем… Закройся, закройся. Пробиваем левый боковой, средней-ближней дистанции, левый боковой, немножко вес тела переносим на правую ногу. Теперь необходимо сделать шаг левой ногой в сторону и закрутить правое плечо вперед. После этого момента я делаю циркуль вращения вокруг левой ноги. Рука находится в отрезанном состоянии. Здесь я могу пробивать в живот, либо в голову. Также с развитием, с последующим, за шаги, за соперника, пробиваем и перемещаемся за спину. Либо 2-3 удара наносим также отсюда. Голова, корпус, голова, голова с последующим переводом. Так, ну что, давай попробуем? Давай, давай попробуем. Давай пробуем первый вариант ухода. Первый вариант ухода. Пробиваем двойку правой прямой, левой сбоку. Делаем шаг с поворотом корпуса и делаем циркуль вращения вокруг передней ноги. Да, только момент при вращении. Когда мы делаем вращение, мы не оставляем ногу. Как бы облегчаем себя и одновременно вращаемся с ногой. Приземлиться нужно на правую ногу, то есть центр тяжести чуть-чуть перенести вниз. Чтобы зарядить правой прямой, правой прямой, левый боковой, левый боковой, пум-бум, шаг, шаг левой ногой в сторону. А я слева боковую шагаю или нет? Нет, после левого бокового. Сейчас после левого бокового. Раз, два, шаг влево. Стоп, стоп, надо закрутить плечо обязательно. То есть мы, когда пробиваем, мы заряжаемся, мы можем пробить, а можем сделать то же самое движение, как будто бы бьем, но не бьем. Обманное движение сделаю. То есть если пробил? Да, если я вдруг отвечаю, то ты сделал уклон. То есть, например, ты пробил, ты пробил, зашагнул, шагнул вправо, раз, два, оп, ушел. Да, можно, да, можно выход делать сразу с левым ударом, то есть вот это я не объяснил сейчас. Можно делать сразу на выпрыгивание слева, добавлять право, то есть тоже так можно. Хоп, да, да, да. Приземлись и замри в том положении, в котором ты останешься. Раз, два, хоп, стоп, пауза. Немножко вес наклонения, не-не-не-не. Ты стоишь хорошо, чуть-чуть вес подай вперед и немножко подсядь ниже. Чуть-чуть на правую ножку зарядит раз, чуть-чуть, стоп, немножечко. Вот так. Вот сейчас правая нога заряжена четко, и ты отсюда можешь жестко-жестко пробить меня. Почувствовал? Да. Раз, два, хоп, бум. Хорошо. Следующий вариант – это переход в стойку левши. То есть то же самое, мы пробиваем, допустим, двойку, правый прямой, левый боковой. Точно такой же уход, вес тела на левую ногу, закручиваю плечо. Теперь правую ногу подтягиваю на место левой, левую отставляю в сторону, как бы двигаясь по линии. И вес тела оставляю на правой ноге. То есть под переднюю правую. Смена стойки, то же самое, атака происходит либо в корпус, либо в голову, либо сдвоенная атака. Теперь давайте разберем уходы с правой руки. То есть когда мы заканчиваем удары правой рукой. Вот смотри, ты становишься, да? Здесь четкие прямые удары или боковые не пойдут. То есть если соперник стоит немножко в наклоне, то есть моя задача – искать его открытые дырочки. Когда я пробиваю в живот, у него автоматически руки немножечко опускаются. И здесь такой же нестандартный удар идет. Немножко сверху такой корявенький. То есть получается вот что. Пробил, ушел, сделал скачок. Пробил в корпус, зарядившись на переднюю ногу. У него открывается голова. Здесь я делаю скачок. Раз, приземляюсь и пробиваю еще раз. То есть дублируем атаку с третьего раза. Раз, хоп. Раз, два, три. Пробиваем правой прямой. Делаем шаг с уклоном. Обязательно левую ногу ставим на место правой. Правую вставляем назад. Вес тела вставляем на левой ноге. И бьем с левой ноги, оставаясь на ней. Работа бедра и работа спины. То есть как бы правое плечо мы уводим назад для того, чтобы ужечь удар. То есть мы присели. Работа спины и бедра. Раз, шаг. Оп, бум. Да. И дублируем. Мы можем также пробить правый сверху после удара. Пробил животик. Да, вот аккуратно. Пробил животик. И сразу перешел в голова. И еще раз слева добавил между рук. Да, бум. Либо в живот, либо в голову. Троечка. Добавь тройку. Теперь пробей тройку. То же самое. Второй на подскоке. То есть после первого удара соперник будет немножечко пятиться, когда он пропускает. И кидаешь ему вдогонку. Пробил бум. На выпрыгивании приземляешься. И еще один. И раз. Оп. Раз, два, три. Хорошо. Третий вариант. Это уход через правую руку. То есть я выбиваю либо двойку, либо правый прямой. И приставным шагом ухожу с линии атаки. То есть удар делается по инерции. Мы пробиваем правый прямой. Продолжаем приставным шагом перемещаться в сторону и делаем поворот. Так. То же самое мы можем выполнять скачковым движением. То есть можно делать это из нескольких вариантов. Бить с места, либо двигаться на шагах вперед. Шаг. Либо с места. И продолжаю движение скачковое. То есть подтягиваю. Делаю отталкивание правой ногой. Подтягиваю ее. Опора у меня является правая, левая передняя нога. То же самое приставной скачок с ударом. Приземление на правую ногу. Для того, чтобы мне потом можно было поменять левой ногой угол поворота, куда мне нужно развернуться. Куда удобно. Шагаю, разворачиваюсь. И то же самое пробиваю один или два удара. А как это в динамике-то будет? А то просто... Справа в динамике. Показываю. Можно заходить также через двойку. Допустим. Делаю скачковую двойку вперед. Раз-два. Приставной скачок и приземление на правую ногу. Здесь разбиваю. Живот, голова, голова. Или живот, голова. Дублируем удары. Либо живот, голова, голова. Либо живот. И перемещение за спину дальше. Разбиваю, перемещаюсь. Разбиваю, перемещаюсь. Уходить нужно тогда, когда вы заставили соперника защищаться. Соперник не может одновременно и бить, и защищаться. То есть, если я, например, пробиваю двойку, то я немножко делаю ломанный ритм. Что такое ломанный ритм? То есть, если я бью с одним ритмом, пум-пум, например, несколько раз, пум-пум, то соперник мой чувствует ритм, и он может на первый мой, на второй мой удар выкинуть между моими ударами свое право. Чтобы мне его обмануть, мне нужно сделать ломанный ритм. То есть, чуть-чуть ускорить последний удар и его усилить. Первый действует как отвлекающий. То есть, допустим, я жесткий правый пробил, что заставило соперника закрыться. И он ждет этот жесткий правый. Теперь я его обманываю, пробиваю быстрый и не жесткий правый, и максимально акцентированный левый сбоку. У меня будет доля секунды, чтобы уйти. То есть, соперника тряханет, и он не сможет сразу ответить. То есть, что получается? Пум! Немножко потрясаю его. Немножко потрясаю, мне хватает времени для того, чтобы переместиться. Ну да, то есть ты не ударил, я руку инстинктивно напрягу, и ты используешь уже. Да, доля секунды инстинктивно человек сжимается, если я его пробиваю сильно. Поэтому, если да, я промахнулся, тогда, конечно, я могу получить атаку и могу пропустить удар. То же самое мы можем переходить... Стань, пожалуйста, в стойку левши. Очень удобно делать те же движения, что мы сейчас сделали против стойки левши, зашагивая за переднюю ногу. То есть, эти позиции работают в обе стороны, в обе стойки, через любую позицию. То же самое, что мы сейчас сделали справа, приставным зашагиванием. То же самое. Атака слева, шагом в сторону, либо циркуль мы делаем, либо мы делаем скачок. Циркуль, левый сбоку, делаем шаг, теперь толкаемся правой ногой, делаем вращение спиной и запрыгиваем за переднюю ногу соперника. Идеальное расстояние, когда... Останьте, пожалуйста. Идеальное расстояние приземления, когда я держу центр. То есть, соперник у меня находится между ног, прямо посередине. И дистанция такая, что я достаю с места. Это... В этой позиции будет максимально жесткий удар. Если я провалюсь в отрицательный угол, я уже не ударю соперника. То есть, моя задача зашагнуть за переднюю ногу и оставить ее в центре. Тогда отсюда я смогу пробивать очень мощно и жестко. То есть, мы сейчас отрабатывали прямой с подскоком. И уходили, да. А теперь мы отрабатываем ближнюю дистанцию. То есть, здесь мы в размене ударами. Я... Закройся. Я заставляю соперника закрыться. И одновременно с ударом я делаю шаг левой ногой. Бум! И теперь делаю тоже самое циркуль. Либо скачок. Бум! Скачок. Бум! Все то же самое. То же самое можно делать и слева, и вправо. А ты бьешь что? То есть, ты мне... Или ты стараешься в голову все равно пыть? Просто мне здесь как... В голову бьем. Демонстрация, жалеешь, в плечи бьешь. Ну, я не бью тебе, конечно. Я просто мяча. То есть... Конечно, удар идет в голову. Через перчатку можно прорывать. Удары жесткие. Поэтому самое опасное это ближняя и средняя дистанция. Я просто показываю очень осторожно. Я могу сильнее, конечно, если ты хочешь. Вот она. Опасность уже ближе и ближе. Хорошо. Еще разогище. Можно делать на двух шагах. То есть, шаг-шаг. Ушел. Бум! Пробил. Можно делать с места. Можно заходить через двойку, через тройку. Раскрываю дырочки. Бью апперкот. Руки сужаются. Бью боковой. Руки также открываются. У меня для права. То есть, раз, два, три. Переход. Бум! Попробуй. Сейчас пробей левый боковой и правый боковой. Направо сместись. На месте прям левый, правый и подскок. Левый. Шаг. Бам-бам. Нет, нет. Опаздывает нога. Это уже опоздание. То есть, ритм ломаешь ты, ритм. Нам нужно, чтобы быстрее уйти, незаметнее, нам нужно одновременно коснуться ногой и закончить свой удар. То есть, бум! Тогда мы уйдем быстрее. Бум! Вот, да, 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 хорошо. Так, видишь, ты исчезаешь прямо. А когда, а если ты ее сделал вот так? Вот так. Ну да, я успеваю. Начинаешь видеть сразу соперник. Пам-пам. Вот так, хорошо. Вот пропал просто с виду. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Дмитрий, за отличный разбор. Ну, мне кажется, это для каждого боксера просто высший пилотаж. Знать и уметь делать такие уходы. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Обязательно нажимайте колокольчик. Потому что Дмитрий обещал для нас разобрать контратаки Роя Джонсов. Всем доброго здоровья. Пока.